Так случилось, что за долгие-долгие годы, примерно лет с 1730 по 1754 попадались мне крайне редко серебряные монеты. Вот такие медики, которых у каждого крестьянина было в своё время по 2-3 штуки, хотя бы в кармане минимум. И вот через прорехи в карманы они попадали в поле, а потом копатели находили и возвращали уже коллекционерам. Вот таким коллекционером оказался я, и мне вот эти вот монетки попались. В том далёком 1735 году хотелось вспомнить, какие события были в России и в мире. Например, случилась с 1735 по 1939 русско-турецкая война. Турецкий султан Ахмед был свергнут, и на престол возведён двоюродный брат его Мегмед. В Константинополе происходили смуты. Неплюев и помощников Вишняков, видя всё это, советовали своему правительству теперь же начать войну с турками, которая, по их мнению, была рано или поздно неизбежна. Неплюев скоро был отозван в Петербург, а резидентом остался Вишняков. В Петербурге большинство правительственных лиц состоялось за безотлагательную войну. Ну и в 1735 году граф Астерман, указывая в письме к великому визелью ряд нарушений со стороны порта и мирных условий, просил высылки уполномоченных за границу для устранения недоразумений. Уполномоченные не были высланы, и Россия сочла условия мира нарушенными. Тогда и началась война. Правительство воспользовалось временем, когда турецкий султан занят был тяжёлой войной с Персией, когда крымский хан находился в отлучке с отборными войсками в Дагестане для открытия военных действий. В июне 1735 для войны с Турцией был вызван из Польши Миних, который решил сделать нападение на Крым. Поблизнею не мог сделать это самое дело, был поручен генерал-поручику Леонтьеву. Имея под своим начальством 20 тысяч войск, Леонтьев в конце лета выступил в Черноморские земли, жестоко покарал нагайцев, но впоследствии недостатка воды и продовольствия пришлось, не добравшись до Крыма, возвратиться в Украину. Леонтьев потерял 9 тысяч человек, вслед за тем Леонтьев был заменён фельдмаршалом Минихом. В 1735 на реке Терек оформилось три войска. Позже они назывались полками Гребёнская, из потомков первых переселенцев Тёрская Семейная и Кизлярская. Оба из донцов, и Кизлярская также из армян и грузин. Вот подселяются донские казаки. Указом от 29 октября 1735 велено было устраивать школу при фабриках для детей и фабричных рабочих, а 12 декабря того же года велено основать церкви при фабриках с многочисленным персоналом, если эти фабрики отдалены от приходских церквей. Естественно, чувство влекло Анну Леопольдовну в осень и к жениху. Ей особенно нравился молодой красивый граф Карл Морец Ленар, посланник Саксуанский. Госпожа Адеркас не только не препятствовала, но и прямо благоприятствовала с ношением своей воспитанницы с ловким графом, и интрига обнаружилась летом 1735-го. Госпожа Адеркас потеряла место, а граф Ленар был отослан под благовидным предлогом обратно к Саксонскому двору. Екатеринбург был сосредоточен горной администрации, и в 1735-м в нем учрежден был и заодно и монетный двор. Открывшаяся в 1735-м году война с Турцией побудила Россию не только согласиться на просьбу Дундукомбо о возвращении в Россию, но даже объявить Дундукомбо верховным правителем ЦРН Дундок за неспособность к управлению был устранен и вызван в Петербург. В правлении Дундукомбо нападение калмыков на Россию почти прекратилось, так как мелкие калмыцкие князьки были поглощены в эту пору заботами об охране своих владений. Дундукомбо хотел только, чтобы все калмыцкие владельцы признали его власти, и из-за малейшего неповиновения насильственно отбирал у них улузы. По отношению к России он держал себя совершенно независимо, он сам выбрал в преемники своей власти 10-летнего сына своего от второй жены Рандула, и отправил посольство к Гадалай-Ламе, чтобы ходатайствовать ему утверждение. Русскому правительству он только дал знать для сведения, что о пожаловании в хана своего преемника он обращался с просьбой в Тибет. В Швецию по договору 1735 года дозволено было беспошлино вывозить из гавани Балтийского моря хлеба на 50 тысяч рублей, пеньки льна и матч также на 50 тысяч рублей. Так, украинская линия. В самой границе Харьковской и Полтавской губернии с Екатеринославской устроенной была при Анне новая украинская линия укреплений. На линии поселено было 20 полков ланд-милиции, организованных еще Петром после прудского похода, лишившего Россию запорожских земель, которые признаны были за ней Бахчисарайским договором 1681 года. Однако же через 4 года после постройки украинской линии Белгородский мир снова вернул России запорожские владения вместе с тем и украинская линия сделалась бесполезной. В Голландии вышла в свет система природы, автором которой был Карл Линней. 8 июня русский вспомогательный корпус выступил на Рейн для помощи австрийской армии. 29 июля в Нью-Йорке состоялось заседание по делу Зенгера. 3 октября предварительный мирный договор между Австрией и Францией. Присоединение Пармы к владениям Габсбургов в Франции и Австрии договорились о передаче Тосканы Францу Лотарингскому. В Сардинии присоединена часть Миланского герцогства. Испания получает неаполитанское королевство и Сицилию. Королем Неаполи и Сицилии стал Карл сын Филиппа VI с 1735 по 1759. Возникновение первой масонской ложи в Италии произошло в этом году. Ветв Брауншвейк Беверн сменила прямую линию в династии. В Москве на Пущенном дворе завершена отливка царь Колокола. Турки отправили в Прикаспийские области 20-ти тысячные крымские войска. Татары вторглись в русские владения, что вызвало войну. Вот как раз которая и произошла с 1735 по 1739. Война России против Турции. Осенью 40-тысячный русский корпус Леонтьева двинулся к Перекопу, но понес большие потери и отступил. Генжевский договор России с Ираном. Ирану возвращены в Шерванское побережье с Баку и Дербентом. Союз России и Ирана случился. С 1735 по 1738 восстание в Баланджике, Шерване, Шеке, Карабахе и других районах Северного Азербайджана. С 1735 по 1744 восстание в Восточной Грузии происходили. Мяо подняли восстание, переросшие скоро в Гуан-Си. Из тех, кто родился, Игнасий Красицкий, 3 февраля польский поэт, драматург, публицист. 29 марта Иоганн Карл Август Маузес Музеус, немецкий писатель, литературный критик, филолог, педагог, автор сборника «Народные сказки немцев». 21 апреля Иван Петрович Кулюбин, русский механик-самоучка, знаменитый на весь мир, родился. 28 мая Франсуа Этен Кристоф Келлерман, герцог де Вальми, маршал Франции, участник революционных и наполеоновских войн. 6 июня Антон Швейцер, немецкий дирижер и композитор. 19 октября Джон Адамс, деятель американской революции, первый вице-президент и второй президент США. Вот такие вот события у нас, которые произошли в том далеком 1735 году. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.